Так, а сегодня, значит, в заснеженном сквере Комсомольский прогуляться можно. Но я люблю Тюмень. Остально пошел подачу с собой на нас есть. Какая-то тишина. Наверное, на это, набегался там возле дороги. Пока шел до работы, блин, вытаскивать из... Блин, такой безотказный человек, так, не умею отказывать тоже. Плохо получается. Попросили, то один говорит, помоги мне в машину. У нас все с негудок застряли. То второй человек, я говорю, нет, у меня вот, вот, как раз у меня совести. Мучить совесть у людей есть такое, если после отказа. Вот я как отказал одной бабушке перейти дорогу, так потом шел и оборачивался раз двадцать. Еще кругами шел, думал, вернусь, дорогу перевезти. Попросила бабушка. Говорит, давай все плюсы, я молодой человек. Я говорю, извините, бабушка, я действительно бежал на работу. Никогда опаздываю. А потом шел угрозенец. Потому что в этого случая стал переводить бабушек всю эту дорогу. Потому что есть такое понятие угрозения совести у человека. Это все эмоции. Вот и у нас девушка. Она уже со мной повзрослела. Тоже научилась отказывать от нее постоянно. Нет, нет, подарки. Наверное, сначала угрозение совести, а теперь, говорит. Она, говорит, сначала, то еще в 2004 году, когда моложе была. Вот я не умею отказывать. Вот научилась ее теперь. Потому что в кое-чем все-таки нужно отказывать. Это на тебя потом, как говорится, присядут и будут ездить. Это все правильно. Это другое даже. Ну, не в тему, наверное. Если ты совсем безотказный, на тебя заездят, на все ее сядут и не следуют. А есть, наоборот, люди такие, уверенные все, которые без всяких вот этих вот чувств. Говорят, где на меня залезешь, там и следишь. Вот. Ну, ладно, считай мне о том. Я же тут вообще прогуливаю, если я начал разговаривать о чем-то. Вот видите, тебя тянет. Поро рассуждать, как обычно. Поро замышлять, чем на природе, особенно на свежем воздухе. Я говорю, давайте весь город Тюмень поиспишем, вот этими от нас мысляем. Вот тут, блин, вот этими. И тут оставим свой средств, как говорится, наследим. Я вот, кстати, шел сейчас. Не поверите. Вот там, вон, дети, где они, дети у нас. Уже убежали, но тут школа рядом. Включали, блин. И, гад, я думал, меня, блин. А потом, Катя. Нет, серьезно говорю. Катя, совпадение. Я, блин, чуть не послезил, сарин. Вот, совпадение, детей. Наталью там выгуляли. Детского сада или откуда-то, со школы. Младший. Вот так. Ой, затоптал уже. Ну, и затопчет тут ее тоже надпись. Что-то, Катя, что-то я так плохо получил. Я плохо получил. Замечательно все. Надо вот так вот, что-то хотят. Ну, и звучит. Катя, что еще снова? Люди еще ходят. Да пускай я в город. Тем больше народу, тем больше узнают. Ну, не так сказать, не юсилея. Но больше увидят. Ну, и все это толку Катя. Ну, надо писать, наверное, Катя и Игорь с ним. Да и так, говорю, как он светит, чем-то сотворит, и не просто регулятся. По засмеженному. Как Кверо-Концемольске. Такая и видят. Говорю, что город Тюмень готов исписать этими надписями. Ну, сейчас я уже просто пишу имя только. Ну, что. Раз девушка второй раз уже в жизни второй раз уже отказала. Но пока не буду писать, что там Катя о тебе люблю. Буду думать дальше. Так, короче. Значит, мысль мне не эта. Мысль, как говорится, еще не поймался. Она у нас не вылетел правильно. Не подготовил. Уже сказал. Иногда не думаешь, что говорю, надо сначала подумать. Так. Кстати, вот недавно тут только гулял. Осень еще была. Сейчас еще осень. Еще гулял, еще не было снега. Вот сейчас, так сказать, зимняя осень какая-то. О, нифига себе, руки замерзаны. Блин, прихрамываю, блин. Подарок-то на всю жизнь остался от меня. Я говорю, как сходил к любимой девушке. Но раз она не моя, Бог меня наказал. Сразу же переломал пальцы все. Дождливый осенний день, когда был у меня в аптеке 25-го. Августа. Летний, это еще не осенний день. Еще летний день. Дождь, я теперь не запомню. Не забуду, этот человек записал его. 25-го, 10-го, 2017-го года. 25-го. Ой, что это 10-го. 25-го, 06-го это было. 25-го, 06-го, 2017-го года. А, 25-го, 08-го. А, уже это. Да, августа, 8-го месяца. 25-го, 08-го, 2017-го года. 25-го августа, 2017-го года я заглянул на работу. Девушке, которую до сих пор люблю и не могу забыть. Катя, 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 Катя. И после захода этого, возвращения домой, поскользнулся, прибегая дорогу на пешеходном переходе. И палец на левой ноге переломал. Вот так подарок на всю жизнь остался у меня. Визита к девушке, которую люблю, но которая не моя. Которая не любит меня. Блохо все видит. Наказал меня, что в чужие отношения лезу. Сразу же причем. В тот же день причем. Вот как совпадение или не совпадение. А знак, знак, наверное, не был. Нельзя вмешиваться в чужие отношения. Даже бог поставает нафиг. Мне, неразумному дурачку. Ну что поделать со своими чувствами. Они мне уже и так ругаются. Это вы заколебали нас уже, молодой человек, со своими чувствами. Идите, разбирайтесь сами. В этом я с ними согласен. Правда, что что я лезу в чужие отношения. Ну просто люблю девушку. Ну ладно, что я тут. Заболтался, блин. Блин, надо идти. Я тут пропустил, специально народ увидел заранее. Пропустил, чтобы... Не все же любят, что я записываю на ее камеру. А, уже к выходу иду. Тут можно погулять, там, на всему скверу. Когда такой свежий воздух. Вон, детки. Не Игорь, а Катя. Это идет. Дети. Я же говорю, если у меня когда-то появится дочка, я ее назову в честь Кати Катей. И обязательно хотел бы тоже, чтобы она стала медиком, лечила, людей помогала. Ну, это надо будет все тратить или зависеть. И от финансов, а за дорогое обучение. Но если только на бюджет не пойдет. На пятерочке все будет учиться. Опять как воспитаешь ребенка. Тем он станет жизнью. Сам бы хотел стать медиком, но уже не судьба. В следующей жизни, так конечно. В этой у меня уже под 40 лет до кого. Не поздно, конечно, никогда не поздно учиться. Ну, блин. Мои финансы поют романс. Я уже сам как медик. Так изучаю все. Хоть и не поступая, но так читаю все о медицине. Сам поддерживаю здоровый образ жизни. Понимая с спортом и так далее. Питаюсь, стараюсь питаться полезными продуктами ткани. А не вредными всеми этими. Постудами и прочей херней. Больше люблю кисломолочку и все натурально. Ну, ладненько. Все надо уже выходить. Творожок, кефирок. Кефирок, кефир. Кефиры. О работе, кстати, мне еще говорят. Игорек, ты любишь над всем помогать. Да ни хрена подобного. Любишь помогать. Безотказный человек. Это разные вещи. Никто я это не спросил. Мне любили помогать, на самом деле, другим людям. Просто безотказный, добрый человек. И... Ты любишь помогать. Разные вещи. Не так что-то не о том я это говорил. Какой внешний человек, как я не назвал. Это уже 27-е, 10-е, 2017-го года. 27-е, 2017-го года. 2017-го, 2017-го, 2017-го года. Так и девушку замучил с вами. Она тоже безотказная была, когда-то помоложена. А сейчас, наверное, тоже, возможно, чувствует какие-то упреждения о совести, может быть, с вами думает. Вот отказалась, но... А я все лезу и лезу со своими, блин, чувствую только, блин, на себе и своих чувствах. У нее свои есть чувства, блин, тоже. Желания и так далее, блин. Я лезу, тоже не могу ничего поделать. Лен с собой, с вами, чувствую. Блин, разъездили снова, не дают подумать. Мы встретили Игоря Петровича в сильной, возможно, умной мысли. Может, кому-то пригодятся мои мысли. Все же извлечено, в жизни извлечено, потому что мы друг на друге только и учимся, друг от друга все-то перенимаем, друг от друга учимся в жизни, как каждый человек. Но у чужих и на своих ошибках участвует в голове. Я говорю, завел в контакте в блог, специально делаю свои мысли, что-то из жизни, выкладываю. Какое красивое дерево, это у нас пьель, что ли, и уснеженная. Дальше проспит я забыл, не помню ни хрена. Ну вот, почти ли, дома добрался. У меня тут в последнее время тоже начали такие мысли одолевать. Как ты прожил этот день, что сделал полезного, бесполезного? Вот сегодня нескольким водителям помог выбраться из сугробов, а то они... Молодой человек попросил, помогите, пожалуйста, выбраться, а то меня мучили бы потом. Угрыжение совести я точно знаю по себе. Просто такой человек, что он не любит, да. Точно он бы мучили угрыжение совести, если бы не помог. Если бы не помог им, как и бабушка, когда не помог, все это она всегда и... Вот задача он не... Не помог перейти дорогу. Потому что угрыжение совести целый день мучили. Так и тут, если бы отказал. Поэтому пришлось... Вспомнил тот случай и пришлось помочь. Всем и каждому, конечно, не поможешь в этой жизни. Но если уж кто-то напрямую просит, то иногда сложно отказать, и можно помочь, чтобы потом не мучили угрыжение совести. Ну, как-то так бывает. Сказывать, я считаю, можно только... Им даже нужно только тем, кто уже действительно наглую пользуется твоей добротой и безотказностью. А если незнакомый человек искренне... Ну, незнакомый человек, попавший в какую-то там сложную ситуацию, искренне просит тебя помощи такому человеку, говорится, и грех отпадать, почему бы раз не помочь. Всякие... Разные бывают ситуации, разные бывают люди. В нашей единственной жизни... Ну, как-то так. Разные встречаются и бывают... Встречаются люди и бывают разные ситуации, жизненные ситуации в нашей жизни. Ну, как-то так, что я заболтался, замерз на домой житье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова